Ко мне часто приходят девушки, которые говорят, что у меня есть сосудистые звездочки, это косметический дефект и я их удалю, пойду лазером. На самом деле нет, это не косметический дефект, это большая серьезная проблема под названием варикоз и как раз об этом мы будем сегодня говорить. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, на этом канале мы учимся избавляться от состояния, патологии и диагнозов при помощи нутрициологии. Сегодня, как вы поняли, мы говорим про варикоз. На самом деле, возможно, многих я удивлю, но варикоз и геморрой это одно и то же состояние, которое просто локализовано в разных местах. И причин у этого состояния очень много. Итак, причины варикоза, первое самое, это нарушение функционала печени. По сути, здесь, конечно, не одна печень задействована, потому что, когда печень не справляется со своей функцией, нагрузка ложится на желчный пузырь. Если желчный пузырь уже нагрузили и он уже такой подздал, то, конечно, поджелудочная и кишечник тоже среагируют. И мы получаем запоры, мы получаем нарушение детоксикации. Ну и вот, пожалуйста, привет варикоз и геморрой. Еще одна причина это стресс. Дело все в том, что у нас в организме есть так называемый блуждающий нерв, который соединяет наш мозг с кишечником. И вот когда мы стрессуем, он как раз не может функционировать оптимально. Когда блуждающий нерв активный, он связывается с кишечником и заставляет его включать перистальтику, перемешивать пищу и продвигать ее по кишечнику. Если блуждающий нерв не в порядке, у нас появляются запоры. А это все ведет к застойным процессам, к детоксикации, геморрою и варикозу. Кстати, опорожнение кишечника должно происходить не реже, чем раз в сутки. Если у вас уже есть запоры, обязательно обратите на это внимание и скорректируйте это состояние. Еще одна причина это анемия. При анемии снижаются все функции организма, в том числе желудочно-кишечного тракта. Конечно же, все это приводит к застою желчного пузыря, к ненормальному функционалу кишечника, а следовательно запорам. И да, запоры приводят к варикозу. А о том, как справиться с запорами, смотрите видео на нашем канале. Также причиной варикоза может стать аутоиммунный тиреодит или гипотириоз, гипофункция щитовидной железы. Потому что щитовидная железа у нас отвечает за распределение энергии для всего организма. И конечно, когда она этой энергии не додает, у нас начинаются проблемы в желудочно-кишечном тракте, то есть у нас меньше желчи выделяется, а желчи это главный сонатор кишечника и самое важное слабительное средство для кишечника. Конечно же, у нас опять же замедляется продвижение пищи по кишечнику, что приводит к запорам. А запоры уже приводят к варикозу и геморрою. Также причинами могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, лишний вес и дефициты витаминов, минералов и белка. И вот часто у меня спрашивают, а каких витаминов мне попить и минералов? На самом деле там все очень взаимосвязано у нас в организме. Прежде всего это дефицит белка, потому что будет дефицит коллагена. А коллаген это наша соединительная ткань, в том числе для упругости ваших сосудов. Это будут дефициты витаминов группы В, причем на фоне может быть повышенный гомоцистеин, и это тоже одна из причин варикоза. Это будет дефицит витамина С, цинка, витамина Д, ну и многих других витаминов и минералов. Поэтому здесь не вариант, а что мне попить. Вам надо попить то, чего у вас не хватает. Причем часто, когда ко мне приходят клиенты, они говорят, что я иду к флебологу, потому что мне назначили операцию по удалению вены. Вот это я вам делать не рекомендую. Понятно, что есть крайние случаи, но иногда бывает, что это далеко не крайние случаи, потому что как проходит операция? Вам удаляют одну вену, которая уже вздутая, которая уже не может нормально функционировать и причиняет вам беспокойство, неудобство и дискомфорт. А нагрузку на себя берет вторая вена. Если причины не устранены в организме, которые привели вас к варикозу, то вторая вена рано или поздно тоже придет в такое же состояние. Вот это рано или поздно, это где-то полтора-два года. Через полтора-два года вы идете на новую операцию удалять еще одну вену. Причем начальная стадия это сосудистые звездочки, которые о чем нам говорят? Они говорят о том, что ваш организм уже не может протолкнуть кровоток к периферическим тканям. И он проращивает себе новые сосудики для того, чтобы хоть как-то донести туда питательные вещества. И вот эти сосудистые звездочки мы удаляем. А по факту наш пассивный образ жизни как раз способствует тому, чтобы они появлялись. То есть мы в гипоксии находимся, в недостатке кислорода. А активный образ жизни, когда у вас достаточно движения, когда кровообращение работает оптимально, будет профилактировать этот момент. То есть он не даст развиваться сосудистым звездочкам. Потому что в первую очередь варикоз сигнализирует вам о том, что есть неполадки в организме. Так вот как раз неполадки и надо устранять. То есть всегда есть причина. И у нас на курсе была женщина, которой на тот момент было по-моему 62 или 63 года. И она проходила курс. То есть мы не лечили на курсе варикоз. Как таковой слова не было про варикоз. Но в процессе курса она прислала нам две фотографии. И на одной из фотографий была увеличенная вена начинающегося варикоза. А на второй абсолютно ровная, чистая, гладкая нога уже без этой вены. То есть мы не лечили варикоз. Мы восстанавливали организм. И организм уже сам убрал варикоз. Потому что так же как он к этому приводит из-за поломки внутренних органов. Точно так же он это и удаляет, как только мы восстановили внутренние органы. И она это сделала сама. Не потому что получила от нас какую-то схему по варикозу. А потому что разобралась со своим питанием. Со своим образом жизни. Со своими привычками и дефицитами. И вот таким образом восстановила организм. Что организм самостоятельно убрал варикоз. Если вы тоже хотите разобраться со своим состоянием. Найти причины своих патологий. Я приглашаю вас присоединиться к нам. По ссылке в описании вы попадаете в телеграм-канал. В котором есть 4 бесплатных видео урока. Которые помогут вам понять. С чего начать восстановление вашего организма. Что бы я рекомендовала для коррекции варикоза. Во-первых сдать некоторые анализы. И прежде всего это уровень белка. Который должен быть ну никак не меньше 75. Если у вас белок меньше. Это скорее всего указывает на то, что коллагена. Белка для строительства как раз сосудистой стенки не хватает. И проверить дефициты витамина D и K. Потому что их дефицит часто ведет к варикозу. Конечно важная рекомендация это пить больше воды. Потому что именно вода будет разжижать кровь. А густая кровь ей трудно течь по вашим сосудам. И вот именно оптимальное количество воды поможет вам решить эту проблему. И употребляйте побольше овощей. В которых есть клетчатка. Это не значит, что вам надо есть отдельно клетчатку. Лучше больше овощей. Потому что именно овощи содержат и клетчатку. Растворимую и нерастворимую. И балластные вещества. Которые помогают формироваться каловым массам. Дабы предотвратить запоры. Движение. Движение и еще раз движение. Потому что именно движение помогает не образовываться застойным процессом. И обычная ходьба поможет вам. Икроножные мышцы когда сокращаются. Они через вены двигают кровь вверх. Поможет именно ходьба поможет и лимфатической системе. И мышечной массе наращиваться. То есть именно ходьба профилактирует варикоз лучше всего остального. И добавляйте в рацион побольше флавоноидов. Флавоноиды это такие вещества, которые придают окраску овощам или фруктам. И это может быть например в препаратах, в биологически активных добавках. А может быть просто в рационе питания. Старайтесь, чтобы на вашем столе было 5 разных цветов каждый день. Но если вы пропустили все симптомы. Не обратили внимания на сосудистые звездочки. Пошли их удалили к косметологу. Лечите только вены. Пьете препараты. Втираете мази. Никакого эффекта это не будет оказывать. При этом вы сидите на попе ровно по 8 часов. Не пьете воду. Не двигаетесь практически. То конечно все это приведет рано или поздно к печальным последствиям. Потому что из-за варикоза повышается риск формирования тромбов. Появляются заболевания кожи вплоть до венозной язвы. То есть это уже очень глубокие дефекты и кожи и жировой клетчатки. Легко могут возникать кровотечения. Потому что сосудистая стенка становится очень рыхлой и проницаемой. И поэтому первый признак варикоза это беспричинные синяки на ногах. Когда казалось бы нигде не ударялось. А вот синяк. И постоянно появляются какие-то новые синячки. Вот эти вот маленькие гематомы уже говорят о том, что сосудистая стенка рыхлая, проницаемая и нестабильная. Друзья, напишите в комментариях, какие еще признаки беспокоят вас в вашем организме. Для того, чтобы я могла их разобрать в следующих видео. А пока хочу вам пожелать заботиться о своем организме. Обязательно обращать внимание на казалось бы несерьезные какие-то проблемы и проявления. Потому что именно так организм подает вам сигналы, что у него что-то не в порядке. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк. Следите за своим здоровьем обязательно. А для этого подписывайтесь на мой канал. Будем вместе разбираться в причинах состояний.